Симбиоз комара и трактора высотой в 9 метров и весом около 8 тонн недоуменно разглядывает толпу зрителей огромными металлическими глазами. Художник Владимир Зорин держит свое детище за лапу, словно родитель, поддерживающий ребенка. Новый арт-объект предстал сегодня перед жителями столицы Карелии. По задумке автора, металлическая скульптура должна отражать карельский колорит и привлекать туристов в Петрозаводск. Карелия интересна, наверное, прежде всего только своей природой. Кижи, Кивач, возможно, такие вот какие-то места, да, а сам город, к сожалению, ну, как бы не очень интересен. Поэтому я думаю, что мы должны что-то делать такое, что привлекало бы туристов к нам и не только в Карелию, но и в город. На создание этого гиганта у художника ушло 4 месяца. Основой инсталляции послужил рабочий трактор ОТЗ-40. Эту модель много лет производили на Онежском тракторном заводе. Самой сложной частью проекта оказалось отмыть трактор от мазута. В последние годы в столице Карелии появляется все больше различных арт-объектов, особенно популярны в городе конструкции из металла. Местных художников привлекает анималистика и изображение людей, часто в индустриальном стиле. Но то ли еще будет, ведь в Петрозаводске пройдет творческий фестиваль столицы российского дизайна. В следующем году, в 2020-м, Петрозаводск должен стать столицей дизайна российского. И будут наверняка создаваться дизайнерами, не только петрозаводскими, но и которые будут участвовать в этом мероприятии, некие арт-объекты на территории города. Потому что мы уже это обсуждали с нашим союзом дизайнеров республиканским. Они готовы, я думаю, что что-то появится. Если гигантский комар привлечет к себе внимание, то и не зарастет комариная тропа. А значит, все больше гостей Петрозаводска пройдут по центру города, осматривая новые арт-объекты. Алексей Неживенок, Владислав Будников, САМПТВ, 360.